обалдеть вот это имбище просто с ускорением вот это имба просто обалдеть офигеть да да мне вы бы теперь уже ничего не нужно вот это спасибо большое за подсказочку вот это я конечно да у тебя еще есть вопросы ли твоя голова уже трещит по швам от усилий вести разговор братан ты здесь столкнулся млекопитающим я тебя сейчас запытаю вопросами у меня есть еще вопрос ой фига прикольно да такая темная стала кстати у нас смотрите броня какая у нас теперь мужскую грудь и нашу волосатую видно а вообще теперь мы вообще просто альфа-самец чёрт возьми ребёнки всем привет добро пожаловать на прохождение замечательной грушечки never winter найтен хэдс эдишн на вот в прошлой серии мы спустились почти последние катакомбы там где вы встретили нежить вот но у него заперта была дверь к нему и сейчас мы нашли вроде как ключ и давайте сейчас туда отправимся единственное только я блин кто-нибудь за зачем вот это можно например вот сюда а давайте попробуем можно ли сюда передача прошла успешно потерян предмет дневники спальни вы нива а вот смотри реально получено один золотой мы продаем что ли потеряно один золотой а подожди это магазин чего звучит содержимое подожди это когда продавать может что ли я тут сейчас такой покажу вот смотрите режущая звезда 6 900 до стоит то есть получается продать в этот пруд все-таки можно дать что-то только давайте наверно обратно это выкупим книжка и выкопил ведь он вроде как какая-то квестова смотрите я продался в общем но тут такое увидел смотрите вот это книженцы а вы только гляньте ой 22000 режущая звезда нифигасе она короче для плута вообще прям вот такая тема слепота на 3 раунда 3 раунда 25 процентов огнем еще один d6 просто обалдеть 1820 короче вообще обалденный правда мы его носить не можем вот видимо экзотическое нужно до боли но пипец ну зато 22000 просто обалдеть вот и магнетическая боня броня друг гномов тоже решил продать на этой потому что стоит на 2000 а чуть-чуть дженги 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 то есть это денежки видимо все я порядочек везде навел смотрите как красота все тут у нас так это плюс 1 плюс 6 плюс 3 плюс 1 то есть везде порядочек все везде отсортировал красота посмотрите прям приятно посмотреть все стрелы все лишнее продал все что нам не нужно а вот и здесь вот сделал вот такой вот кладезь здесь у нас квестовые предметы а здесь а все для крафта как я понимаю вот и в перемешку с квестами то есть вот здесь у бушку будут запихнул наверно вот так вот надо бы сделать конечно чтобы она то точно сквозь там Давай вот так, наверное, сделаем. Так, нет, не вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Во, пойдет. Чтобы квестовая голова у нас здесь была. Все, мы продались. Посмотрел, тут ничего вроде как больше, ничего интересного нет. Ну, в принципе, и не появлялось, да, поэтому... Ух, кстати, давайте глянем, сколько теперь этот кукрий стоит. Если мы продались за 22, то я не знаю, сколько он стоит-то будет тут-то. Клинокос, нет, это не он. Вот он, да? 62 режущая звезда. Блин, вообще жесть. Но я все равно милишников не планировал играть, поэтому наплевать. Так, мне тут посоветовали, кстати говоря, еще посмотреть броню. Так, подожди. Посмотреть броню, которая с ускорением. Вот, не знаю, правда, у кого она там была. С ускорением. Заклинание с ускорением. Прям, мне кажется, прикольная тема была бы, да? Одеваешь ее и забафываются. Тонкий слух минус один для монахов. Я уж не знаю, которая из них. Может быть, что-то здесь. А вот, наверное, что-нибудь за 24 где-нибудь, да, такое. Так, бонус к броне, поглощение урона. То есть это не то. Так. Это мы продали сопротивление заклинаниям. Кстати, у нас две уже ее. Так, темной луны какой-то. Вот, ускорение, да? Использоваться только монаху. Ускорение. Ухудшение навыка концентрация минус один. Мантия темной луны. Возможно, даже лучше, чем наша будет. Потому что у нас, в принципе, защита от заклинаний только, да? Запротивление. Колдовоцовая концентрация. Но! У нас здесь будет быстрота. Вот. Которое... Вернее, ускорение. Может быть, оно навсегда. Давайте-ка, кстати, и посмотрим. Да, черт возьми. Зачем нажал? Так, она 16 тысяч всего стоит. Давайте прикупим. Мне даже интересно, что это такое. Ну, конечно, конечно. Куда, куда? Куда закину? Так. Оп. А! У нас... У нас просто она с ускорением. С ума сойти. То есть мы и кастовать теперь можем? Обалдеть! Вот это имбище! Просто с ускорением. Вот это имба! Просто обалдеть! Офигеть! Фуууу! Пацаны! Да-да, мне теперь уже ничего не нужно. Вот это спасибо большое за подсказочку. Вот это я, конечно, да. С заклинаниями, я думаю, мы как-нибудь перебьемся, да? Боевая манти-мага. Нифига себе! А что-то я и не посмотрел на ускорение-то. Ничего себе! Так, сколько у нас тут? Она одну... А единичку весит. Поэтому, наверное, давайте вот так вот сделаем ее. Отложим пока. Нифига себе! Вот это прикол! Может быть тут что-нибудь еще с ускорением? Тихое передвижение, ловкость плюс два. Блин! Вот это да! Как я ее мог промахнуть? Ну, концентрация минус один, но концентрация, в принципе, наплевать. По нам не так часто бьют, поэтому... Поэтому нормально, поэтому нормально. Так, брони... Вроде как все, да, тут? Так, ничего новенького нет. Блин, нифига себе! Мы теперь, ребят, постоянно под ускорением. Ху-ху! Ладно, все, давайте... Да и ладно, за топор тянуть не будем. А, у нас... А, подожди. Нам надо отдохнуть, да? Нам тут не дадут. А, дадут. Нормас. Нам надо отдохнуть. Сейчас забафаемся. И я так понимаю, что нам предстоит сейчас битва с... Боссом с этим. Блин, круто-то как, а? Сейчас, получается, мы и свет на себя еще кастанем. Вот этот пурпурный дурацкий цвет был, красный. Вот. Сейчас мы забафаемся. Я думаю, что будет вообще здорово. Офигенно! Вот, смотрите, ускорение даже не на кастовать. Супер! Вот за это спасибо, ребят. Вообще помогли, пипец. Блин, постоянно ускорение. Вообще, ебан. Так это еще и на стрельбу же. Ху-ху! Она явно не 19 тысяч должна стоить. Тысяч сто, блин. Вообще обалдеть. И мы теперь, смотрите, как лосаемся. Красота. Просто офигеть. Так, мы еще сейчас под песней будут. Мне кажется, там вообще будут. Жесть. Так, так, так. Все, давай, погнали. Ой, подожди. Я понял. Давай на нас. Да и ладно, ты болван. Божешь что-нибудь делать? Он, походу, их не видит, что ли? Давай, походу, их не видит. Ну, давай. Ой-ой-ой, как прилетел там его. Хорош, нифига. Братан, давай. Хорош. Шансов вообще нет. Пипец. Так, ну у нас там еще, походу, какой-то головарь. Блин. Вот это вообще имба, пипец. Так, наверное, вот сюда закинем. Плюс один. Такое себе. Нифига себе. Ну давайте какого-нибудь головаря нам крутого. О, вон он, вон он, вон он. Ой-ой-ой-ой. Подожди. Эса что-то там. Ну-ка, давай. А что такое? А, можно с ним поговорить? Блин, я уж тут разбавался. Я не понимаю, что вы говорите. Вот, это межрасовое заклинание поможет нам общаться. Ты понимаешь мои слова, млекопитающие? Да, я вас понимаю. Почему ты здесь? Как смеет такое мягкое, слабое млекопитающее входить в эту комнату? Я не понимаю, о чем вы говорите. Мы, млекопитающие, правим миром. Такого быть не может. Как могла ваша раса рабов подняться так высоко? Вы говорите как победитель, а не побежденный. Почему вы не боитесь меня? Рабы мы никому не рабы. Может мы и не правим больше, если ты говоришь правду. Но тогда, конечно же, драконы должны править наземным миром. Так же, как они когда-то управляли небесами. Особой власти они не имеют. На вас беспокоят драконы? Так, крылатые освободители ослабли? Великолепно. Не хочешь ли ты мне сказать, что вами, млекопитающими, Сейчас не правит никакая высшая раса? Знаете, мне несколько надоело, что вы называете меня млекопитающим. Называйте меня витамин. Вот это да! Чувство самосознания. Вы почти как сентиганы. Нам легко удалось сломить их сопротивление. Забавно будет посмотреть, что случится с вашими цивилизационными манерами. Цивилизованными манерами. Когда наша раса снова станет править вашей. Почему вы думаете, что ваша раса будет править нашей? Ты даже не представляешь себе, что стоит перед тобой. Ты поймешь со временем. У тебя еще есть вопросы? Или твоя голова уже трещит по швам от усилий вести разговор? У меня... О, братан! Ты с тем столкнулся млекопитающим. Я тебя сейчас запытаю вопросами. У меня есть еще вопросы. Ну хорошо, млекопитающие. Полагаю, мне следует удовлетворить твои требования. Раз уж так... Раз уж меня победили. Какие вопросы ты хочешь мне задать? Кто вы? Я представитель расы, которая намного выше твоей. Мы владыки плоти, разума и духа. Так, это не ответ на мой вопрос. Это ответ. Будь у вашей расы истинный разум, он был бы понятен тебе. Но я постараюсь говорить так, чтобы даже такие, как ты, поняли. Мы высшая раса, отрождение совершенны телом и разумом. И предназначены, чтобы править низшими расами. Мы обладаем невероятной магией, которой ваши жалкие колдуны могут только мечтать. Наши воины бесстрашны и почти непобедимы. Где я заметил, там было парочку. Если вы так могущественны, почему мне удалось победить вас? Кстати. Моё пробуждение началось не так давно. Возможно, моя полная сила всё ещё не восстановилась. Не сомневайся. Когда моя королева решит, что время настало, мы пойдём в бой и покажем вам, что значит настоящая мощь. Мне хотелось бы задать вам ещё несколько вопросов. Ну хорошо, полагаю, Тартанак её задать. Кто ты, кто вы? Кто ты? Я зовусь Синсилюсарян. Хотя я сомневаюсь, что твой толстый язык сможет выговорить это благородное имя. Я маг из Калантийского ордена. Вот сейчас это для тебя ничего и не значит. Когда мы будем снова править вашей расой, ты поймёшь, какая великая честь для тебя была говорить со мной. Почему вы думаете, что ваша раса будет править нашей? Так, это мы спрашивали. Ну давай, всё-таки спросим. Я даже не представляю, что мы о всём знаем. Трещит по швам, тра-та-та. У меня есть ещё вопросы. Что вы здесь делаете? Я помню глубокий мирный сон. Мне казалось, что он никогда не кончится. Но мои собратья и я проснулись, когда услышали зов нашей королевы. Доведёт нас её всеведущая всесильная мудрость к славному предназначению. Она шептала у меня в голове, она посылала картины завоевания и власти. Весь мир склонится перед нами, моля мил... М... Моля милосердия и не получая его. С тех пор, как мы проснулись, мы больше ничего от неё не слышали. Но когда она заговорит, мы пойдём в бой и победим. Что за королева, о которой вы говорите? Она... Тиколотийский матриарх. Она сила за пределами понимания. Коварство за пределами возможного. Вы пойдёте перед нею, как пали все, кто был до вас. Это всё, что я тебе скажу. Я тебе не доверяю, лучше тебя убить. Я не собираюсь больше... Ну, убирайся с глаз моих. Почему так? Блин, я не знаю. Либо его завалить надо, да? Либо я не собираюсь больше с тобой разговаривать. Убирайся с глаз моих. Скорее всего, он тебя так нападёт. То есть, в любом случае, да? Так, два ещё раз. Что бы здесь сделать? Так, ну всё, понятно. То есть, у нас два выхода, смотрите. С глаз моих, он оскорбится, наверное, нападёт на нас. А тут мы сами. Давайте пооскорбим его. Убирайся с глаз моих. Как будто я убегу с поджатым хвостом от млекопитающего вроде тебя. У меня было достаточно времени, чтобы восстановиться. А, ну я понял. Так, подожди, подожди. Ты, ты, этот, высшая раса, ты подожди немножко. Сейчас я забафаюсь. Давай, мужик. Да ты давай, кретин. Почему он не бьёт? Иди давай, дерись, придурок. Хорош ещё и уровень. Фууу, хорош, хорош, хорош. Так, ничего из него не выпало с этого великого существа. Так, ну, ааа, давай. Отлично. Так, у нас тут всё схвачено. Так, секунду. Блин. О. Всё, нормас. У нас всё схвачено, ребят. Так, войны созидающих рас. Это мы всё знаем. Ужасно, королева Марак. Это не знаем. Буквы в этой книге расплываются перед вашим взором и в конце концов соединяются в текст, который вы в состоянии прочесть. В нём рассказывается о королеве по имени Марак. Книга очень длинная и ваше внимание привлекает раздел, в котором идёт речь о том, как королева Марак взошла на престол. На заре своей первой красной луны Марак, будущая королева, начала медленный и кровавый путь к власти, к трону своей мачехи. Её восхождение на драконий трон было похоже на действие медленного яда, смертоносно, неотвратимо и полное пагубных наслаждений. Первой жертвой ужасающей хитрости будущей королевы стала сводная сестра Марак Седат. За день до церемонии круглого камня Седат направилась в свои зимние покои, чтобы помедитировать. Из леющих углей к ней выпал съедовитый зелфит. Когда на следующее утро явилась жрица, чтобы сопроводить Седат церемониальные покои, она нашла только мертвую пустую оболочку избранного ребенка. Так Марак, наша благословенная и ужасная королева, сделала первый ход своей девичьей игре. Многолун спустя это привело к осаде Тикалата, во время которой она, наконец, получила голову своей мачехи и торжествуя продемонстрировала ее восхищенным подданным. Так началось справление нашей всемогущей королевы Марак. Отлично! Отлично! Так, это я так понимаю... А, небольшая плита Ката, подожди. Это я не понимаю. Полная история с руин... Обалдеть, давай. Так, буквы в этой книге расплавятся перед вашим взором, в конце концов соединяются в текст, который вы в состоянии понять. В книге говорится о многих вещах и убедительно доказывается, что раса Созидателей жила в этих руинах. Ваше внимание привлекает несколько абзацев. В 501 году СД... Не знаю, что такое... Созидателей долин, что ли? Несколько тысяч представителей порабощенной расы взбунтовались. На подавление восстания понадобилось несколько лет. Это было самое успешное восстание рабов того времени. Хотя рабы и не представляли серьезно военной угрозы, их было очень сложно снова захватить, потому что они прятались в пещерах в цепи ощущений и жили там, как дикари. Возникли дополнительные сложности, когда в цепи ощущений обнаружились драконы, отказавшиеся подчиняться нам. Однако драконы были побеждены в ходе Второй Великой Войны Хиромира. Нашим охотникам, наконец, удалось вернуть бежавших рабов. Как обычно, старшие рабы были уничтожены, младшие самцы направлены в железные рудники, а зрелых самок пришлось вернуть в пещеры для разведения. Какая интересная история. С ума сойти. Так, а здесь нас чё ждёт? Господи, хватит там шипеть. Азбука посвящённых, нифига себе. Буквы расплываются у вас перед глазами, соединяясь текст, который вы в состоянии прочесть. Кажется, это руководство для молодых жрецов, которые ухаживали за древней гробницей, в которой и была найдена книга. Один абзац привлекает ваше внимание. В первые годы правления королевы громовержицы Лагосры были призваны все крупнейшие архитекторы и строители той эпохи. Керик из рода Менрона явился королю и согласился построить гробницу, в которой могли бы подщить все правители нашего народа. Керику понадобилось 10 лет, чтобы завершить этот проект. Но когда он был закончен, все жители королевства пришли в восторг от чудесного сооружения. Лагосра была очень довольна и представила Керику честь стать первой жертвой при благословении гробницы. Наверное, не этого ждал, конечно, этот Керик, да, но ладно. Так. У нас, у нас, у нас, у нас, у нас, у нас есть уровень, но давайте сначала зайдем в что-то небольшая плита. Это портал какой-то. Этот портал уйдет тебя на поверхность. Войти в портал. И где мы выйдем? Я понял. Не такая уж и поверхность, скажем. Ну ладно. Хотя бы не бежать. Так. Получается... Единственное, нам бы еще с этой женщиной-то... Как там ее? Короче, забыл. Как же у нее еще имя? Там мне подсказали, оно... Не Моника, а Чендлера. Блин, жена Чендлера. Как же? Ай, блин. Из друзей-то, как же это имя? Дженнис. Вот, Дженнис. То есть не джена этого девушка-то. Так, ладно. Давайте у нас уровень. Самое интересное. Жутко, жутко, жутко интересно. Так. Тут естественно. Тут все без изменений. Получается убеждение. До 13. Оценка. И, наверное, колдовство. Наверное, колдовство. Так, знания еще, да. И, наверное, колдовство мы добьем. Потому что это сопротивление... Эти. Домой пойдет. Так. Во. Вот, 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 вот. Так, здесь... Нет. Хотя, наверное, ускорение я оставлю. О, четвертый круг. Сейчас все посмотрим, пацаны. Сейчас все глянем. Так. У нас здесь забафы, забафы, забафы. Так. Найти ловушки. Наложить проклятие. Очаровать монстра. Порыветры. Что-то здесь было хорошее такое. По-моему, смещение. Цель одиночная. 6 секунд. Получает 50% скрытности. Смещал образа заклина... Нет, не то. Сфера невидимости. Ясновидение. Кстати, яснослышание, наверное, это оно, да? Видеть невидимо. Ко всем проверкам, выслеживаем. Так. Не то. Ааа. Снять проклятие. Ну, это такое себе. Вот, ранящий шепот. Но это, по-моему, на заклинателе. Да, вот. Было бы на него круто. Порыв ветра. Что-то вроде как неплохой. Данное заклинатель создает сильный порыв воздуха, сбивающий с ног, любое существо, проигравшее свои спас-броски. Они также очень эффективны для сравнения эффектов от других облачных. Так. Ну, понятно. Очаровать монстра. Найти ловушки. Замешательство. Замедление. Можно... Давайте вызвать существо. Возьмем. Я думаю, что нормально. Из всех этих, да? Так. Вот это начинается самое крутое. Так. 6 секунд на уровень. Заклинатель издает могучий вопль, который придает ему дополнительные 2 атаки и урон. Но все враги в зоне действий поражаются страхом. Ну, это все у нас для нас. То есть, как бы, биовар что-то единственное заклинатель, для которого биовар не предоставила свиток стандартных игровых ресурсов. Ничего себе. Властвовать над гуманоидом. Кстати, прикольная тема. Потому что можно будет как кого-то вывести из строя. И я думаю, что... Сколько тут? На 3 уровня. 12 секунд плюс 6 секунд за 3 уровня. Одиночная цель временно становится верным слугой проклинателя. Заклинатель. Неплохо. Неплохо. Так, вызову чистое утожение. Легендарное знание. Что же такое? Пропереки знаний. Так, это понятно. Лечение критических. Очень классно. Отзывание. Неплохая тема. Улучшена невидимость. Ха-ха-ха! Пацаны, это вот это? Вот это. Это вообще трэш. Одна минута уровень. С ума сойти. В ней можно бить, по-моему. Цель становится невидимой. Ее невозможно обнаружить. Используя обычное зрение. Проведя атаку или сотворить заклинание, цель становится частично, видимо, и может быть обнаружена врагами. Но при этом она продолжает иметь бонус скрытности 50%. Блин, обалдеть. Вот стрелять, мне кажется, вообще идеально вот это. Ну, по сути, здесь не то, чтобы прям много чего можно-то взять. Наверное, можно лечение критических ран взять. Цель восстанавливать 4D8. С ума сойти. То есть это получается от 4 до 32, да, очков здоровья. Плюс. Плюс 1 за каждый уровень. Заклинание при максимуме плюс 20. То есть у нас 10, да, уровень сейчас получается. То есть 14.42. 14.42 хильнёт. Неплохо, неплохо. Всё равно брать особо нечего, да. Нейтрализовать яд, ерунда, отзывание. Ну, такое. Вот удерживать монстра, если же разве что. В течение всего первого... Да, кстати говоря, наверное, давайте вот это возьмём. Это, грубо говоря, стамп. Ну, паралич для монстра, да. Вот. И можно либо невидимость взять, либо вызвать существо. С невидимостью, я не знаю, на нас можно, наверное, колдовать. Ситуативно она очень классно. Но, мне кажется, мы просто не будем пользоваться ей. Потому что мы в скрытности-то не особо, да, шарим. Поэтому чёрт его знает. Это в Балдерсгете было прикольно. Ты в невидимости улучшенную ставишь, чтобы они не атаковали. И никто пройти к тебе не может. А ты из-за спин начинаешь расстреливать. Это классная тема. Блин, давайте, наверное, существо вызывать. Мне кажется, если мы там этот самый... Давай, наверное, удержать монстра, да властвовать. Вот так вот. Да, всё. Вот так возьмём. Так, давай здесь пробежимся. Выдать существо. Остальные у нас вроде как не очень тут, да. Снять болезни это всё. Мы можем вернуться. Поэтому, думаю, что не очень это нам нужно. Лечение ран. Наверное, вот это вот можно убрать. Потому что оно уже совсем мало приносит. И взять, например, какую-нибудь хитрость лисиц. Или что-нибудь типа такого. Вот, она ловкости добавит нам хотя бы, да. Звуковой взрыв, инфразрение, кошачья. Или кошачья грация. Что там ловкость-то добавляет? Вот это. А лисицы что добавляют? Ризму? А, интеллект. Так, интеллект. Две минуты уровень. Две минуты уровень, да. То есть давайте, наверное, тогда лечение уберём. И возьмём, наверное, хитрость лиси... Ой, подождите, где там? Кошачья грация. На нашего психа ловкость увеличится. Это, я думаю, что и очень, очень неплохо будет. Так, в единичке у нас бронемага жир мы вообще не используем. Малое рассеивание тоже. Поэтому можно взять что-нибудь типа очаровать гуманоида, опознать. Да, тут особо-то ничего и нету, да. Да, ладно, всё тогда оставим. Так, окей, фитов не будет. Да, не будет. Пять здоровья, отлично. Пойдёт, пойдёт, пойдёт. Всё, меня устраивает. Так, всё, этот сразу переквалифицировался в нового. А единственное у нас... Блин, у нас теперь ещё вообще с ума сойти. Посмотри, Барт-то теперь, маньяк. Осталось эту найти Дженис, да. Она сказала, что там где-то у неё какое-то здание там где-то есть. И типа... Помочь ей там, с захлинанием. Ну, а пока что-то я... Дальше в пещеру выход. Оттуда она. Но я пока что-то не знаю, куда идти-то, блин. Где? Я вроде там... Видать, в первой где-то локации... Будет это... Чёрт его знает. Блин, дофига тут? В ощущении, как будто и не было. Восточная дорога. А, да когда мы тут заходили, да? Мы, кстати говоря, вот здесь вот не были. Может быть, там что-то ещё есть. Пойдём-ка, наверное, туда. Потому что вроде как мы тут везде были. Дженис, блин, чёрт его знает, где ещё и найти-то её надо. Вот в эту сторону мы не ходили, кстати говоря. Ну, мы посмотрим. Может быть, там что-то есть. Вон, тут ещё какие-то археологи. А, ну да. Вот тут мы не были, да-да-да. Обязательный столб, куст. Да ладно, совсем что-то... Ой-ёй-ёй, юный тролль. А здесь мы были. Давай, юный тролль. Они тут резаются, что ли? Ничего себе. О, ещё их шансов много. Блин, круто было бы вот этому броню, да, одеться с ускорением-то. Не броню, а в смысле, этот. Одежду эту. Представляете, что бы тут творилось бы? А у нас тут так проход трой. Ну и сами-то, смотрите, мы стреляем уже как. Просто обалдеть. Хорош. Блин, обалдеть. Ой, какой он мощный. А был. А был мощный, был мощный. Ничего не скажешь. Так, здесь у нас чего? Восточная дорога на севере таверна. Может быть там, может быть там. Чёрт его знает. Восточная на Чарвуд. К лесу Неверлина. К восточной дороге. Восточная дорога. Ну давайте зайдём, видимо, на восточной дороге. Нам Грифону-то всё равно надо подходить. Тут всё связано. Может быть, как раз-таки сюда и нам надо было. Из пещеры-то с Женис. Но в любом случае надо было посмотреть ещё. Блин, этот дрищ за нами теперь не успевает. Какая тема, а? Так. У меня где-то тут. Где-то тут. А, ну вот в любую, да, можно, получается. Да, можно в любую. Вот так вот возьмём. Вот так. Жалко сразу как-нибудь нельзя, блин, чтобы он туда и... О, вур какой-то, боже мой. Ну, хоть не как в Балдерсгейте, этот, эмунитет к урону. Ха-ха! К оружию. Вот это прокол. Всё, у нас тут против нас все, видимо. Давай без этих. Я не смог выполнить задание. Отлично. Вот, и... Там какие-то, это, помню, подберегоз там были, что... Эмунитет к оружию, к обычному. Вот это прикол. Вот это был сюрприз, блин. А ты бежишь, у тебя вообще, этот, забот, не печали. Вот эти вот лоботрясы твои, даже не подозревают, что они сейчас ничего не смогут сделать, блин. Это было прикольно. Вот поэтому я немножечко сейчас и перепугался, что, блин, тоже... Тоже, может, сейчас сюрприз будет, блин. Так, тут никак нельзя, да? Ой, там кто-то... Герол какой-то. Так, там какая-то таверна. Пойдём, позырим. Надо бы, конечно, ребят, если, знаете, Жени с этой... Кстати, а чё, давайте по квесту посмотрим. Археолог Джакс. А, так можно сдать ему сразу, да? Год сдадим. Мы и этого убили. Чё я забыл, блин, про этих-то, да? Давай, наверное, сразу сдадим их. Так, спутник, это понятно. Восточная дорога, трофеи, так, понятно. Охотник за оборотнями, понятно. Вот, мать слабоумного. Тролли похитили, заточили женщин по имени Дженнис в пещерах. Близ дороги от вас... Она, чтобы освободить от магических. Так, в пещерах влезла тратата. Кольцо удерживает. Находится её слабоумного сына Ревата. Последний раз её видели археологи. Видела его с археологами следовавшие пещеры. Реват. Блин. Может быть, слушай, надо у археологов как раз-таки спросить. Го, пойдём туда, блин. Квесты сдадим, я забыл совсем. Блин, вот плохо, когда, ребят, записываешь не в один день, несколько серий, а через день. То есть, вот у меня предыдущие серии прошли два дня. То есть, я две серии сразу записал. И сейчас я вот еще из головы вылетел, а что я там где делал, блин. Вот, поэтому вот небольшой такой диссонансик. Блин, слушай, нифига мы носимся-то теперь под ускорением-то, обалдеть. Ну, давай, бей. По-моему, мне удалось найти вашу книгу. Это не она? О, эм, да, поразительно. Как вам удалось справиться с троллями? Нет, это не важно, важно, что книга сейчас у вас. Ну, отличная работа, юноша. Итак, полагаю, пятиста золотых... Это щедрая награда за обнаружение этой книги. Эм, вы не поверите, через какой ад мне пришлось пройти, чтобы добыть это. Вы же можете и больше мне заплатить. О, паги, ну, наверное, это действительно очень сложно. Надеюсь, что семьсот пятьдесят золотых будут достаточной компенсацией. Это все, что у меня осталось. Ну, хорошо, продано за семьсот пятьдесят золотых. Эх, хорошо. Я должен вернуться в Уотердип немедленно. Доброго вам пути. Давай. Извиняю, Уотердип. Извините меня. Извиняю. Ты прощен. Так, сколько у нас там? Пятьсот золота опыта? О, пятьсот опыта, нифига. Страшно смотреть, ребят, страшно смотреть. А, ну, не так страшно, кстати. Десять тысяч всего. Все. А, вот он, Реватта. Приветствую. Здорово. Бабочка, ой, ты не бабочка. Ой, какой большой беда. Звучит грустно. Так, ну, приятно, все будет хорошо. Как я могу... Так, так, так. Звучит грустно. Как тебя зовут? Меня зовут Реватта. Ты кто? Зови меня, Витамин. Приятно познакомиться, Реват. Моя... Моя рада твоя видеть, Витамин. Жаль, что вдруг встретишь в такой плохой день. Что плохого случилось сегодня? Тролль, украсть твой мамочка. Моя... Плохо делать эта работа. Плохо делать эта работа. Почему? Моя плохо, как корк, да, какой-то? Почему что случилось? Да, почему, балован, почему? Я уже знаю, что случилось. Почему что случилось не так? Я, говорит, с другой охранник, когда смотреть назад, мамочка уже пропадает. Моя тогда не волноваться. Она бывает уходить, потом приходить назад. Потом моя слышать звуки, как гавкать бешеной собаке. И мы повернуться, а там стоят тролли и огры. Тролли, о которых мне Джакс рассказывал. Да, гадкие тролли, мерзкие огры. Тогда мы в стае и начать драться. Многие охраны убили чудище. Но мы драться храбро. Потом тролль стукнуть меня по голову и порезать. У меня кровь в глазах, больше ничего не видеть. Тогда Джакс, хватать твоя рука и тащить из пещеры. Моя повезло выжить. Больше никто тут помочь моя не может. А я страшно ходить назад в темные пещеры. Моя надо ждать тут, чтобы она приходить. Так, сколько ты заплачешь, Тар-та-та? А ты не думал, что твою мамочку могли съесть тролли? Нет, не говори, что тролли сожрай, бабочка. Мамочка нельзя есть или моя сирота. А ты находить мамочка. И где, так, 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 где я могу найти, Могу держать твою маму? Она там, в пещер, то место, куда ты ходить помогать, Джакс моя, видеть, у тебя ключ. Не бойся, я верну твою маму. О, твоя добрый мужчина, твоя знать. Найти моя мамочка, моя сказать, что знать. А не держать мамочкой в пещере тут рядом. Она такая хорошая явила. Только если не хватить уши, Если не орать, тогда тарелка разбить. Или молоко пролить, или горошек не съесть. Или скакать, или... Но моя нельзя так про неё говорить. Какой ты уродок, прямо сейчас по башке бы надавал. Вот я, давай тебе колечко показать, мамочка. Это колечко папочки. А папочка умирать. Я его не знать, но моя мамочка, Говорить, он быть милый, спокойный человек. Моя друг, говорить, Его запилить до смерти, Но я это не понимать. Так, вот как раз это кольцо, да, получаться. И быстрее помогать, спаси мамочка. Так, ну ладно, я подумаю, Мне сейчас понадобится немного денег, Чтобы спасти твою маму. Давай. Ладно, давай, я забираю всё. Только мамочка назад прийди. Хорошо, хорошо, хорошо. Сейчас вернёмся, я всё обрежу, ребяшки. Мы сразу у неё окажемся, Чтобы не смотреть здесь. Давай с Лентоном поговорим. Ты чё, болван? Объект занят. Ты чё? Блин, как вовремя, кретин. Рад встрече. Рад. Так, вы снова здесь. Ну-ка, голова вожека троллей у вас. У меня тут уже есть голова троллей. Ещё раз. Так, понятно, голова тролля. Наконец-то, мой брат отмщён. Нужно признать, ваши способности впечатляют. Давайте её сюда, я с удовольствием сожгу её. Хотел бы я заплатить побольше, Да эти 300, всё, что у меня есть, простите уж, Что так мало. О, давай, мне нужны деньги. Прекрасно, как мы и договаривались. Лучше тебя так. Отомстить за чью-то жизнь, Убить злодея, награда самого по себе. Может быть, чё-то даст? Вы, мужчина великого благородства. Я всем, кого знаю, расскажу о ваших подвигах. Главное, что опыт получен. Так. Давайте, ребятушки, сейчас я быстренько обрежу. Мы добежим до Дженнис. Ой. Такое. Харом. Так. Вот кольцо Ревата. Это широкое тяжёлое железное кольцо, Предназначено для мужской руки. Те, кто знал его владельца, Царь Ревата, Признают его и будут склонны доверять его владельцу. Окей. Что бы то ни было. Давайте, сейчас я добегу. Вот, обрежу и там посмотрим. Так, вон мы до неё... Заорал-то, болван. Так, мы до неё дошли. Давайте поговорим. Приветствую. А ты что здесь, а? Ну, так уж точно, Наслуждаешься течением времени, ну. Теперь вы можете пойти со мной. Я вижу, у тебя есть кольцо Ревата. Если ты просто дотронешься до меня этим кольцом, Оно отменит заклинание. Эээ, план изменит... Ха-ха, кольцо себе. Эээ, как оно это сделало? В кольце есть одноразовое заклинание отмен. Я сотворил его, Чтобы защитить Ревата от заклинателей, Что могли бы навредить мне, Обидев моего ребёнка. Хорошо вот это кольцо. Отлично. О, спасибо, так лучше, ну. И что же ты стоишь тут, сложа руки? У тебя что, других дел совсем не оставалось? Тебе не нужна помощь, чтобы вернуться к Ревату? За кого-то меня принимаешь. Я за старую дряхлую сторожку? Я могущественный маг, И я смогу вернуться самостоятельно, Раз уж заклинание снято. Ага, спасибо. А что-нибудь с деньгами? Нет? Что-нибудь, нет? Так, нам надо, получается, Обратно пилить. Блин, вот, ребят, вообще, Просто кайф. Вот с бегом с этим, Посмотрите на эту скорость. Это просто пипец. Блин, вот это кайф. Этот, вообще, Лоботряс нас даже догнать не может. Так что это вот, Эээ, С постоянным ускорением броня, Не броня, А даже одежда, Это вообще что-то с чем-то. Это просто пипец. Офигенная тема. Блин, я-то ускорений даже не видел. Это просто пипец. Так, Спасибо, что еще раз, Что подсказали. Так, Давайте сейчас поговорим. Может быть, что-то, Денег-то нам заплатят? Нет вообще? С Реватом-то, с этим. Может быть, из-за того, Что мы попросили денег, Может, из-за этого, Он не хочет, Не хочет с нами этот. Так, Мымра. Приветствую. Приветствую. Во. Ура, Моя бабочка, Находить, мамочка. На, Выдрать мое ухо, Когда приходить. Моя так ее любить. Ха-ха-ха. Вот, Мамочка сказала, Дать тебе 300 золотых, Как моя, Обещай. Ты оценишь свою мамочку Всего лишь 300 золотых? Ой, точно, Мамочка стоит 375, И все это, Что у меня есть. Мамочка сказать, Моя надо уходить. Пока-пока. Отлично, Ну все, Теперь точно с квестами Тут вроде как все. Получается у нас Охотник за воротними, Тратата, Драгоценные камни, Змея какого-то. Искать приключения Лейт, Тратата, Первый камень находится У местного волшебника По имени Вейни. А, ну все, Вейнива, да, искать. Я тут что подумал? Давайте-ка, наверное, У нас есть дневник этой, Мадемуазели нашей, да? Давайте-ка мы, наверное, Вернемся. А, подожди, Какой вернемся-то? А, ну, кстати говоря, Кстати говоря, У нас ведь этот Уровень-то поднят. Поэтому давайте-ка, Наверное, Поговорим Дальнейшую историю. Может быть, Она квестом как раз-таки даст? Я думаю, Что сама то. Мы как раз уровень подняли, И, возможно, Там этот самый Все там на месте. Так, Давай сразу с ней начнем. С Лину. Где она там? Вот она. Я надеюсь. Да, давай. У нас книга для нее есть сразу, Поэтому... Привет, Даракуша. Что я могу для тебя? Так, повыси уровень. Давай посмотрим, Изменится она. Да, У нее был белый плащ, Теперь зеленый. По-моему, Белый получше был. Привет, Даракуша. Так, Нужно поговорить, Рассказать о своем прошлом. Ты и правда, Друг не витамин, Я неохотно говорил с тобой об этом, Но только благодаря тебе Мне удалось найти эту чашу. Может быть, И в этом деле ты мне поможешь. Отлично. Синта отошел от жизни Искателя приключений На несколько лет. Затем он вернулся домой С вестью о том, Что ему удалось Открыть древний город. В тот самый момент, Когда он произнес эти слова, Я знала, Что он отправится В еще один великий поход. Я хотел пойти с ним, Но мне нужно было Готовить праздничную церемонию в храме. Церемонию в храме. Он не стал тебя ждать? Я думаю, Он специально ждал момента, Пока я не завязну в чем-нибудь, Чего не смогу бросить. Так он хотел защитить меня. И Синта был, У Синта был друг, Мак, Который создал два дневника. Через них мы могли писать Друг другу ежедневно, Поддерживая контакт. Ни хрена себе У Синта, А? Уже этот, СМС, Этот сделал, СМС сервис какой-то новый там, Да? Мессенджер местный, Обалдеть. Не знаю почему, Но он тогда не писал мне О своих приключениях Или событиях вокруг. Вместо этого он записывал мысли, Философские рассуждения о жизни И загадках бытия. Мне бы хотелось теперь, Чтобы он больше писал о том, Куда он идет. Почему это? В своей последней записи Он извел несколько страниц На письмо о том, Как он меня любит. И о том, Что бы с ним не случилось, Я должна продолжать свой путь. Я знала, Что что-то не так И умоляла его рассказать мне, Но он проигнорировал мои мольбы. Последняя запись была о том, Как он слышит, Что кто-то вновь приближается. И это все. Витамин, Однажды я обнаружу пещеру, Которую исследовал Синт, И попробую разыскать его дневник. Думаю, Если мне удастся, Я смогу смириться, Примириться с его призраком, Который посещает меня во сне. Мы найдем этих сектантов, Витамины правосудия свершится. Может быть, Тогда я смогу продолжить свой поиск. Я уверен, Что дневник существует где-то, И однажды я его найду. Когда дневник попался мне, Он у меня, На нем имя твоего мужа. Так, сколько опыта у нас? О, подвеска альфа плюс три, да? Потерян, получим плюс три, да. Вот и все. О, Синт, Любовь моя, Ты, значит, Ты и вправду ушел. Я... О, нифига, Даже анимацию сделала. Думала, что мне будет легче. Я знала, что он... Но боль все еще сильна. О, Витамин, Это все из-за меня. Тебе стоит покинуть меня, Пока моя злая судьба не убила и тебя тоже. Ха-ха! Да ты с ума сошла, что ли? Я не оставлю тебя, Лину. Ты должна быть сильной И продолжать, Как этого хотел Синт. О, Витамин. Я... Хотелось бы мне верить. Я не знаю, что... Чего делать. Чего... Ча... Чего желать, господи. А, мне просто нужно время. Ну, спасибо тебе за твои слова. Благодарю тебя, Витамин. Ты настоящий друг. Теперь это, несомненно, Мое сердце исцелится со временем. Я должна тебе кое-что сказать. Пока растет наша дружба, Будет расти и сила амулета, Что я тебе дала. Думаю, теперь ты обнаружишь, Что он стал сильнее. Спасибо. Это прекрасный дар, Лину. Спасибо. Это немного, Если сравнить с твоими одолжениями и мне. Но я их очень ценю, И моя дружба с признательностью Навсегда твои. Теперь давай начнем, Найдем тех, Кто в ответе за эту чуму И досвершится правосудие. Отлично. Так, Что у нас там с эльфом? Он у нас, по-моему, А, вот, он прямо Отдостал оттуда. Раздраженно, что эльфийский спутник? Так, а там все мы знаем, да? Получается, Бонус ловкости плюс 3. Вот это, конечно, неплохо. Вот это бы, блин. Так, ну, У нас теперь, получается, Все доступны квесты, Поэтому давайте со всеми говорить. Давайте самое интересное. Шарвин. Я подозревала, что... Да-да-да, Подозревай дальше. Так, давай, Изменится. Ой, Фига прикольно, да? Такая темная стала. Кстати, у нас, смотрите, Броня какая. У нас теперь мужскую грудь И нашу волосатую видно. Ха-ха-ха. Вообще, Теперь мы вообще просто Альфа-смец, Черт возьми. Так, ну, давай, Шарвин. Да, Вам что-нибудь нужно? Да-да-да, Хочу поговорить Подложение истории. Хорошо, Витамин. Я уже говорила, Что мы познакомились С леди Онарис. Так, Как она обхаживала Данелла, И он говорил, Что волновался не о чем. Итак, Теперь мы были связаны контрактом. Ну, Вот мы и выступали. У нас так хорошо получалось. Через некоторое время Мы стали с... Славой... Откатлы. Откатлы. И нас посеместно Хвалили лорд И леди Онарис. На каждом приеме дворя Они окружали нас вниманием И осыпали подарками. Каждый хотел, Чтобы в следующий раз Мы выступали у него. Меня это смущало, Но также и кружило голову. Леди Онарис продолжала Оказывать особое внимание Данеллу. Она позвала его На приватное выступление. Без меня. А он был очарован И несмотря на все мои усилия. Почему же ты его не бросила? Бросить его? Я бы и подумать о таком не могла. Он был для меня всем миром. И чем дольше я оставалась без него, Тем более одиноком не было. Отчаянно и зло И я обвинила Данелла В похищении... А, В подчинении ее похоти. Но он все отрицал, Отрезал сердито. И я поверила ему. Почти. Что ты сделал? Что ты сделал? После этого из наших Самых больших концертов Я последовала за Данеллом После того, Как он сошел со сцены. Я скрыла себя магией, Чтобы он и слуги Не обнаружили меня. И тихо шла следом. Я чувствовала себя Очень виноватой За такой обман. Однако надеялась, Что мои опасения Будут напрасными. Конечно, И я в этом разочаровалась. Не видимо, А я смотрела, Как Данен пришел На свою рандеву С Лидией Анарис. Как он покрывал Ее тело поцелуями И говорил, Что каждая минута Вдали от нее мучения. На твоем месте Мне пришла бы голову Мысль убить его. Добряк такой, да? Тебе стоило уехать. Зачем же понадобилось Держать это в секрете от тебя? Тебе стоило уехать. Это твоя правда. Если бы я Хоть что-то понимала тогда, Я бы ушла. Я была молодой и влюбленной. А это не оставляет Место рассудку. В шоке я забыла Про магию И Леди Анарис Увидела меня. Но ей было все равно. Она лишь рассмеялась И указала на меня Даннелу. А он просто посмотрел На меня и улыбнулся. Я стояла И ошарашенно слушала, Как Даннен Назвал меня Глупой маленькой девчонкой. Жалкой дурочкой. Он не просто предпочел Леди Анарис. Он вообще никогда Меня не любил. Я убежала, А их смех Звенел у меня в ушах. Я бежала от них. Бежала от... От Катлы. И никогда больше Обращалась туда. Это ужасно, Шарвин. Да, я была раздавлена. Я покинула Безопасность семьи, Чтобы сделать Даннена Своим миром. И вот этот мир Ружится вокруг меня. Но, как я уже говорила, Не все было таким, Как казалось. Много позже я выяснил, Что красота Леди Анарис Ничто иное, Как результат чар. Она околдовала Даннена В прямом смысле этого слова. А еще я выяснил, Что ее заклятие Может снять Локон волос нимфы. Даннена освободится, А ее чары падут. Она станет такой, Какой и есть на самом деле. Старой и толстой, Как мне сказали. А ты уверен, Что Даннен все еще с ней? Да, время, да. Время идет, Что бы там ни было. Вот уже много лет Он является знаменитым Бардом от Катлы. А она все еще Его повелительница. Это сказка, Которая однажды закончится. Может быть у кого-нибудь, У каждого есть право На свои маленькие иллюзии. Я признаю, Что мне бы доставило Некоторое удовольствие Снять эти чары Раз и навсегда. Все, что нужно сделать, Это найти Локон волос нимфы. Однажды, Может быть, Я найду эти Эти волосы. Эти волосы. Мы найдем тебе Немного волос нимфы. Только не надо забивать. Уверен, так. Мы найдем тебе Немного волос нимфы, Шарвин. Я верю тебе, Витамин, Это не важно. У нас есть дела И поважнее. Это важно, Поверь мне. Так, давай С дрящом поговорим. Сколько у нас получается? Раз. Горим гноу. Томи. Ну, с четверо. Да, давай, Наверное, еще с Томи успеем. Ой, с Бодинком успеем. Ты снова здесь? Значит, тебе что-то? Да. Тебе что-нибудь нужно? Так, ну-ка, Как он изменится? Красный? О, какой теперь в плаще. Прям гизитор какой-то. Тебе что-нибудь нужно? Так, я хочу поговорить Историю Бодинок. Болит того, Что произошло с моим отцом. От того, Как я уничтожил сад На выращение которого Он потратил всю свою жизнь. Это очень личная боль, Витамин. Но ты ведь мне вдруг, В конце концов, Именно благодаря тебе Я нашел дрожжевой хлеб. Благодаря единственным Логичным предположениям Будет то, Что ты также сможешь Помочь мне с моим отцом. Что вы хотите от меня? Я знаю, Что никогда не смогу Восстановить все эти растения И цветы, Которые были в саду Моего отца. Но, возможно, Если я сделаю Какой-нибудь Значительный поступок, Он найдет возможность Простить меня. В жизни моего отца Был один цветок, Который он хотел увидеть Больше всех остальных. Но, который он Так и не смог найти. В большой библиотеке Лонтана Имеются отчеты О призматиченском цветке. Живом, Цветущем, Растущем цветке. А челепестки Изменяют цвет При отражении света. Они сделаны из хрусталя. А почему тебе Не добыть Ему один из этих Призматических цветков? Сведения о цветке Появляются только В одном тексте. В путевых заметках Исследователя, Который умер Несколько веков назад После возвращения Из путешествия на север. Больше никто Не смог найти Ни место, Где растет этот Редкий цветок, Ни в умерцающих Кокристаллы семян. Кстати, мы нашли. Которые многие Посвятили поискам Своей жизни. Блин, мы же нашли Там семена-то, да? Может быть Цветок призма Только мифитами, Но если я смогу Найти Семь этого цветка И отдать его Своему отцу, Я уверен, что он Простит мне Разорение его сада. Я не прекращу Поиски сектантов, Стоящих за чумой. Я поклялся Помочь тебе Уничтожить тех, Кто наложил На мир Мерзкое Пятновующее смерти. Но я все еще Надеюсь, что Во время нашего путешествия Нам удастся Натолкнуться На кристаллические Семена Призматического дерева. У меня есть Тут странные семена. Может ты их ищешь? Дай-ка подумать. Да, это Эти семена Похожи На сделанные Стекла Их формы И размеры Соответствуют Отчетам Зневков В путешествии. Это фантастика Витамин. Когда я покажу Их своему отцу, Он обязательно Простит меня. Спасибо, Витамин. Но, боюсь, Это слово Будет моей Единственной наградой. Награда, Которую ты предлагаешь Больше, чем ты можешь Себе представить. Бодинок. Хотя мне нечем Тебе отблагодарить Витамин. Но у тебя Может быть еще Одна выгода Помочь мне В моих поисках. Лантонинские Артефакты Черпают Сую силу Энергии Из жажды Познания И желания Исследовать Знаменитое Знаменательное Открытие Может увеличить Силы кольца Которые дал тебе Ранее. В любом случае Спасибо тебе Еще раз, Витамин. Но, Я еще Не покидаю тебя. После того, Как мы обнаружим Культ, Стоящий Заводящий смертью, Я вернусь На родину И вручуете Семена Своему отцу. Так, А что у нас Там кольцо У нас А, Во, Снялось, Да? А, Харизма Плюс 3, Регенерация Плюс 1. Бру, Ну, Вообще Просто огонь. Пусаны, Мы вообще Просто На коне, На коне. Так, У нас остались Двое, Трое, Четверо, Трое, Трое. Давай, Гримгноу. Я ждал. Да, Да, Это, Ты всегда Всегда Нас ждал. Прикрыл, Нифига. Смотрите, Бипец. Вам что-нибудь Нужно? Вот реально Теперь монах стал. Нормас вообще. Так, Давай поговорить Про лужицы истории. Моего ордена Много секретов Витамин. Эти секреты Мы не доверяем Никому, Кто существует За пределами Монастыря. Но тебе Удалось доказать Свою дружбу С орденом Долгой смерти. Ты помог Мне найти Кольцо Аллаганды. Я полагал, Что ты Поможешь Мне принести Смерть. Если она Будет Еще жива Когда мы Ее Обнаружим. Возможно Ты Еще раз Окажешь Моему ордену Услугу. Ведь без Твоей Помощи Я боюсь Мои братья Никогда Не избегнут Своей ужасной Судьбы. Чего ты Ходишь От меня? Мне Следует Разъяснить Что произошло После того Как мы Дотла Сожгли Логово Лича. Тела Тех Из нашей Братьей Кто Были Подняты В бой Против нас Были Перенесены Назад В монастырь Моего ордена. Там Мы Пытались Провести Древние Ритуалы Чтобы Отделить Их Сущности От Проклятия Которая Привязала Их К оживленным Телам. Но Кандалы Нежизни Сломать Нелегко. Для Древних Ритуалов Необходимы Редкие Компоненты И Среди Наши Братья И Были Потери. Мы Смогли Спасти Немногих Но Прочие Остались Пойманы В форме Нежити До Тех Пор Пока Мы Не Сможем Найти Еще Необходимых Компонентов Для Ритуала. И Какие Компоненты Ты Ищешь? Компоненты Нужно Брать Из Логова Сильного Монстра Нежити. Однако Это Должно Быть Нечто Что Не Запятна На Некроманте Этого Существа. Например Нам Пригодится Сохраненная Рука Не Анимированного Такого Предмета Может Освободить Сущность Моих Братьев И Сестер Для Объятий Безмоловного Лорда. Я Не Прекращу Поиски Сектантов Стоящих За Чумой. Я Поклялся Помочь Тебе Уничтожить Тех Кто Наложил На Мир Мерзкое Пятновующее Смерти. Но Во Время Выполнения Нашей Миссии Я Не Буду Бросать Свой Поиск Мумифицированной Руки Неоживленного Трупа Которая Может Освободить Моих Братьев От Судьбы Нежики. Не Беспокойся Я Думаю Мы Еще Найдем Компоненты Которые Ты Ищешь. Ради Блага Моих Неживых Братьев И Сестер Я Могу Только Надеяться На Это Так Этого Дайлан Напоследок Давайте Оставим Давайте Спор Да 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 Блин Опять Этот Подожди Давай Немножко Отойдем Этот Дурацкий Купец Конечно Во Э Че Тебе Надо Поговорить Проложу Свою Историю А В ночь Похищения Камня Так Полагаю Ты Хороший Друг Лорд Но И Теперь Я Могу Тебе Рассказать Драгоценный Камень На котором Мы Нацелились Был Нечто Иное Как Знаменитый Звезда Кальмшана Это Не Самый Зарили Их Своим Женам В первую Брачную Ночь И камень Светился Изнутри Наполненный Слезами Об их Потерянной Невидности Но По крайней Мере Не есть Такая Байка Отважный План Мой А Также Сэммин Заключался В том Чтобы Стащить Камень Из глубин Королевского Дворца Из личных Покоев Самой Супруги Сил Паши Зачем Было Красть Его Если он Был Таким Дорогим Ценность Рубина Состоит Главным Образом В его Славе Лорд Сил Паша Не знал Бы Покоя Пока Не поймал Б того Кто Отвечает За его Кражу В общем Ночь Пришла Сэмми И Риагар Прокрались Во дворец Первыми Причем Сэмми И не подозревала О моем Присутствии Риагар Оставлял След По которому Было Довольно Легко Идти Я помню Когда еще Удивился Что Все у них Пошло Так гладко Никакой Сполошенной Стражи Вообще Никаких Проблем Я думал Может Сэмми На везение Утопленника Наконец-то Оставила его Хоть раз И что И конечно же Сэмми Забнулся За складку На ковре И влетел Прямо В рыцарский Доспех Он свалился На него Увлекая За собой Еще парочку Так что Получившийся Ляск Мог поднять На ноги Всех Мертвяков Вплоть до Навуходоносора Бедный Риагар Побелел Как нежная Девичья Попка Когда увидел Как по коридору Несется целая Толпа солдат Он выскочил В окно Не подумав Что мы были Как раз Над львиным загоном Бедный парень Что случилось Сэмми Стражники Пронеслись Как раз Мимо груд Доспехов Даже и не подумав Поискать погребеного Внутри Маленького Блурослика К счастью Для Сэмми По любому Надо отдать Сэмми должно Насчет ухворства Он выбрался Из-под доспехов И пошел Таки за рубином Застал Меня как раз Когда я тырил Его с подставки На самом деле При виде меня Он мягко говоря Удивился Насколько я помню Я решил перекинуться С ним словечком За что За что Сэмми Сказал я За что ты предал Меня Ведь я никогда Тебя не обижал Он наверное Это ему Ему это понравилось Ответ его Так мне Не довелось Услышать Странно Но он весь Побагровел Выпучил глаза И некоторое время Что-то неразборчиво Булькал Выглядел совсем Как какой-нибудь Разгневанный Кобаль Сразу же После этого Вбежали стражники И начался Садом Все трали Сярали Бегали Последнее Что я помню Это как я Ныряю в море И очнулся я Три дня спустя На грузовом судне Что направлялось В топсун А знаешь Что самое забавное При всем этом Что Сэмми Был никудышный вор Карманник Он был превосходный Стырил у меня Рубин Вот как И после всех Моих трудов Я ничего не могу Показать Что случилось Сэмми Не уверен Если честно Я слышал его В итоге Он попал На кораблик Рабаторговцем И каким-то образом Был продан Одному из высоких Вождей в Лускане Несчастный дурачок Что до меня Я рад бы В один прекрасный день Напасть на след Этого рубина Звезда Кальмешана Ах Она Она бы все равно Того стоила И прославила бы меня Может быть Когда-нибудь Мы не найдем Твой рубин Спасибо лорд Вот кто мне Настоящий друг Теперь давай Вернемся К твоему заданию Ага Так Окей И давайте Наверное Уже С Дайланом Поговорим А в следующей серии Наверное Сарибет Я так понимаю Да Можно там Шар что-то Поблутить Я ждал Я вижу Что ты ждал Да Тебе что-нибудь Нужно Блин У него Доспех Нифига Не меняться Да Все там Поменялись Вообще Дико Это Ливня Топор Получше Стал Хоть бы шлем Одел Болван У него такая Прическа Пижонская Прям не могу Вообще Так Поговорить Историю Ты мой верный друг Витамин Не хотел бы Об этом Рассказывать Но без тебя Я бы не нашел Брошь своей матери Возможно Ты сможешь Помочь мне И с этим Я бы с тобой Я был с тобой Я бы с тобой Не до конца Честен Насильственной причине Был наверное Да Из-за которых Покинул племя Меня действительно Отослали Чтобы я смог Проявить себя Но была и другая Причина Смерть моей матери Была насильственной Она была жестоко Убита во время Бандитского налета На наш лагерь И я поклялся Не возвращаться В свое племя Пока не отомщу За ее убийство Ты знаешь Что я ее убил? Когда Произошло нападение Я был на охоте Вместе с отрядом воинов Налетчики Спрятались И ожидали Пока мы не отъедем Пока не отъедем А затем Прокрались в лагерь И мы преимущество В численности Перед оставшимся Моих соплеменников Было примерно В два раза меньше Но они сумели Отбросить нападавших Трое наших воинов Пали в битве Как и моя мать Как вы собираетесь Выследить бандитов Которые ее убили? Ты помнишь Я говорил тебе Об испытании видений Что теперь Брошь моей матери Будет насылать мне сны Из которых Я узнал о своем задании Прошлой ночью Я видел сон Призрак моей матери Послал мне это видение И я уверен В том В этом В своем сне Я убил ужасный топор И кровь Капающую с его Зазубренного лезвия Это было оружие Которым ее убили И если я смогу Найти топор Я пойму Что нашел убийцу Ты можешь считать Меня дураком Витамин Но я верю Что найду этот топор Я должен Или призрак Моей матери Никогда не будет По-настоящему упокоен Я не брошу Поиски этих сектантов Что выпустили Чуму Я посвятил тебе Своё оружие И распоряжайся им Пока я нужен тебе Но я так же Поклялся Что не упокой Успокой Успокойся Пока не найду Топор Зазубренным лезвием Убивший мою мать Не беспокойся Мы найдем топор Убийцу Которым им воспользовался Спасибо Витамин С таким другом Как ты Я не сомневаюсь Что смерть моей матери Будет отомщена Отлично Сразу два Сделали мы С ума сойти Я что-то думал Не этот самый Оказывается Сразу два квестика И у нас теперь Прям вообще Огонь Вот В следующую серию Тогда двинем Там дальше Куда побежали Там зеленый дракон Какой-то Наверное туда И пойдем Раз уж туда Не зашли Насчет сундука Не знаю Может быть туда Все выложить С чего у нас Кстати По 116 Ладно Решу уже потом Давайте Заканчивать тогда На этом И увидимся Уже в следующей серии Спасибо большое За лайки За поддержку За подписку Ребятушки Увидимся уже В следующей серии Всем доброго Друзья Всего самого хорошего И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok